Вяленая рыба Ведущий Капочкин Константин Значит у меня деревенская курица Полная тушка В городе конечно вы Возьмете тушку из Ашана Перекрестка и так далее Ну вот Но разделывать мы будем ее одинаково Что ту, что эту Значит первое что мы делаем Отрезаем И выворачиваем вот так вот Бедрочки, ноги Значит я сразу хочу сказать что Я готовлю курицу Полностью То есть и кожа и кости Все идет В дело Потому что все это дает вкус А потом самое главное Ну очень много любителей Реально Это обглодать и обсосать косточки Это же милое дело Вот так что мы ее Вот сейчас Снова отодвигаем По суставу Ногу И режем Затем Проходимся Опять по суставу Если попадаем Видите режется все элементарно Вот у нас уже Из Ног курицы Четыре кусочка готовы То же самое делаем И с крыльями Слегка прорезаем Смотрим где сустав Проходим по нему И все Еще раз Обрезаем вот таким образом Вот кстати фаланги Обычно их убирают Я тоже люблю их убирать Но честно говоря Жена у меня очень любит их Как раз вот Тоже обсасывать Пообладывать Так что я оставляю и фалангу Значит можно меня критиковать Опять по поводу того Что вы Кожа курицы Масса холестерина И так далее Ребята Зрители Уважаемые Можете Спустить кожу с курицы Я лично стою на другом Мнении А именно Холестерин Придумали ученые И заботиться им надо О холестерине Там где живут ученые То есть в городе У нас в деревне Холестерина нет У нас люди от холестерина Не умирают У нас только от старости Значит вы смотрите В итоге у нас Две полутушки Это у нас Грудка Это спинка Спинку мы Решительным движением Еще На Три части И у нас получается Еще три части Из спинки Но перед этим Операция Которая вас Вряд ли коснется Это я убираю Отсюда Куриный жир Коснется Это у вас Операция Вряд ли Потому что Заводских кур К сожалению Этого жира нет Это только У деревенских Бройлеров Которые росли На кукурузе И так далее Поэтому я Вот этот жирок Я специально Отдельно кладу Чтобы вы видели Сколько Из одной курицы Куриного жира Но эти кусочки Отправляем туда же Значит Остается у нас Грудка Грудку точно так же Раз И два Вот В итоге Курица разделана В мусорное ведро Не упало Ни крошки Жирок Я кладу сверху Он нам пригодится При жарке И так Подошли к плите Здесь у меня стоит Так называемая Утятница Чугунная кастрюлька Доставшаяся мне Еще от бабушки Вы можете использовать Любую другую Чугунную кастрюльку Казан Сковородку Глубокую Главное Чтобы стенки Были толстые Значит Первое Что мы делаем Разогрелось Чуть-чуть Подсолнечного масла Ну Буквально Одну столовую ложку Больше нам не надо Я объяснял Почему Потому что Мы еще с вами Будем использовать Куриный жир Вот Слышите Как Празднично И аппетитно Зажурчало Наше масло Сейчас мы Усилим эффект Куриным жирком Вот наши два кусочка Замечательных Бросаем их Сюда же Смысл Смысл в том Чтобы этот Куриный жир Был на дне Ну а дальше Нам ждать Уже в общем-то Ничего не надо Мы с вами Смазали И укладываем Кастрюльку Смазали И укладываем Нашу курочку Значит я советую Делать так Вниз Мы кладем Большие Толстые куски То есть Ножки Там Грудка Вот А сверху Мы уже Прикроем Теми кусочками Которые Побыстрее Приготовятся То есть Крылышками Вот Одну Положим Сюда Еще Одну И все Это будет У нас С вами Аппетитно Томиться Так Сюда Ножку Гузку Гузка Еще нам Жирок даст И последняя Крылышка И вон Остался Последний Кусочек Масла Точнее Жирокуриного Вот все Значит дальше Самое главное Мы не закрываем Мы это дело Будем обжаривать Пока не появится Румяная корочка Поэтому Подождем И вернемся Когда Курица Начнет Подрумяние Ну вот Наша курица Обжарилась За эти 20 минут Я ее Два раза Перевернул Корочка Подрумянилась И теперь Она готова К дальнейшему Приготовлению Мы берем Сливки деревенские Либо молоко Со сливками Либо сметану Со сливками Важно Что Чтобы Вся Эта жидкость Молоко Со сливками Или как Сметана Со сливками Как угодно Она полностью Покрыла Курицу То есть Здесь я не могу Сказать вот конкретный Размер Потому что Зависеть будет От вашей кастрюли Вот у меня В этом мерном Стаканчике 700 грамм Вот мы аккуратненько Все это Заливаем Вот И как видите Мне этого Не хватило Значит Я добавлю Потом Еще попозже Сейчас Пойду Доливить Вот я разбавил Еще сметану На этот раз Я ее разбавил Просто с водой Поскольку молока Мне не хватило И выливаю Значит Опять Естественно Не хватило В принципе Будет нормально Но я бы Рекомендовал Полностью закрыть Но хочу вам Вот что сказать Что когда вы будете Выбирать сметану Вот для этого блюда Берите сметану Небольшой жирности 10-15% А если у вас сметана Ну Половит Достаточно жирная Там по 30% Тогда вы лучше Размешайте ее с водой От этого вкус Только выиграет Значит После того Как я Залил Я добавляю сюда Одну столовую ложку Тимьяна Он очень Хорошо сочетается Со всем мясом В том числе И с мясом курицы И даст Очень хороший Насыщенный вкус И Одну чайную ложку Соли И пол чайной ложки Паприки После этого Мы Берем Мельницу И что называется По вкусу Просто припудриваем Все это дело Ну вот честно говоря Не нравится мне Сколько я рассчитал Этого соуса Поэтому я сейчас еще долью Вот В общем-то и все После того Как вы залили курицу Еще раз напоминаю Что здесь картинка неправильная Она должна быть полностью покрыта Закрываете крышку И оставляете на час Перед этим Перед этим Убавляете огонь До минимума Итак Прошел час Трогать я здесь не буду Сейчас я аккуратненько Все это Разложу на тарелочке И мы посмотрим Что у нас с вами получилось Итак с вами был канал Самогон Саныч Рецепты закусок Самогона Наливок И настоек Оставайтесь с нами Подписывайтесь на канал Ставьте лайки Из лайки Будет много чего интересного Подписывайтесь Субтитры сделал DimaTorzok